Вот я держу в руках телефон, у меня сегодня он с самого утра разрывается. Дело в том, что в новостных лентах, в интернете, в СМИ, везде проходит новость о том, что в настоящий момент посольства США в России приостановили свою работу. Кто-то говорит о том, что будут работать с 1 сентября посольства во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, но не в Москве. Кто-то говорит наоборот, что в Москве будет работать посольство, а во всех других городах вообще закроют депмиссии, визовое отдело. Ребята, я скажу, что компания «Атлант», мы работаем в стандартном режиме. Мы получили официальную информацию из посольства в Екатеринбурге. У нас там два клиента, они сегодня созванивались с нашей помощью, с визовым отделом. Нам направили официальную информацию о том, что с 1 сентября открывается визовое отдело здесь, в Москве, и будет работать только в Москве. Я так понимаю, что СМИ, которые распространяют ложную информацию, это СМИ продажные, и они создают своими действиями хаос и неразбериху. В головах людях, которые планируют подать на американскую визу. Вот сзади меня как раз ребята из СМИ, которые ждут, я не знаю, так думаю, что здесь будет пресс-конференция, для того, чтобы запустить очередную фейковую новость в интернет, я так понимаю. Я не так давно приехал из Мексики, мы делали видеоматериалы из Аляски, из Чукотского автономного округа. Также готовятся материалы, связанные с Кубой. Мы делали видео в Гаване, мы общались с населением в Гаване, с людьми, которые также помогают пересечь границу со штатом Флорида, там всего лишь 180 километров. И так мы, в принципе, были готовы к тому, что российско-американские отношения будут не в очень хорошем ключе. Мы предусмотрели это, мы подготовили ряд других лазеек, которые помогут людям эмигрировать, в том числе и без визы Соединенных Штатов Америки, то есть по другому пути, по особому пути. То есть это будет невизовый переход, как обычно, и подача на убежище, в том числе, внутри страны. И также, ребят, я откажусь от комментариев, связанных со своими оценками в адрес людей, от которых такая ситуация вышла. Откажусь от комментариев в адрес людей, которые пострадали конкретно от санкций, но, как всегда, пострадали люди, обычные ребята, обычные люди, обычные заявители, которым просто нужна американская виза. Я так понимаю, что не без помощи их произошли эти сокращения в посольствах, посольстве США. Убрали людей, это русскоговорящие люди, которые работали в визовых отделах, это очень много людей. Ну, в общем, удар для тех, я так понимаю, для русскоговорящих, которым нужна виза, которым нужен переезд. Из страны, в которой сейчас не лучшие времена. И также в странах СНГ, где экономика желает не в лучшей форме, так сказать. Особенно в Кыргызстане, в Узбекистане. Я не хочу сейчас наговаривать на себя, потому что прекрасно понимаю, что любое слово, сказанное мной, может обратиться против меня. Я был в миграционном лагере в Сан-Франциско и мог попросить убежище. Я этого не сделал, потому что я нужен здесь, ребята. Буквально вчера мы помогли группе из оппозиционной партии здесь, в России, перебраться в США. Я нужен здесь. Мы помогаем ребятам по программам убежища, по направлению политика. С каждым днем в нашей команде, компания Атлант, все больше и больше людей, которые действительно профессионалы с большой буквы, которые, возьмем, например, Андрея, который участвовал в более 40 выборных процессах. Он политтехнолог, он юрист, он иммиграционный юрист. Он знает, как работают, на что ссылаются власти США, в том числе, власти Евросоюза, при приеме людей, беженцев из разных стран, в том числе из России, из СНГ. То есть это люди-профессионалы, с которыми мне удалось поработать в 2009 году. И они сейчас с нами, они сейчас в нашей команде. Это здорово. Итак, не верьте тем новостям, которые распространяют продажные СМИ. Верьте только тому, что вам может прийти конкретно из визовых отделов. Это то, что пришло и нам, в том числе в виде письма, разъяснения. Посольства начинают работать с 1 сентября в стандартном режиме. То есть для нас это обычная ситуация, которая имеет место быть. И также я вам скажу, что мы изначально уже подготовились к тому, что да, возможно, будут сбои. И подаем в других странах, в том числе и Евросоюза, Азии и так далее. Опыт у нас есть, опыт положительный. Можно посмотреть отзывы на нашем канале, на наших ресурсах Facebook. Люди, которые получали с нами визы, в том числе и в других странах. Они уже сейчас, в данный момент, живут в Соединенных Штатах, живут, работают и удачно эмигрировали с нашей помощью. Итак, мы нужны здесь. Итак, наша задача людей, которые оказались здесь в сложной ситуации в России и в СНГ, помочь эмигрировать по разным путям, в том числе и не только визовым. Но есть особый режим въезда, выезда из своей страны. Мы знаем, как это применить. Итак, подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш канал.